МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАО новости. В студии Александр Ульянов. Смотрите сегодня в выпуске. Весной этого года в Казахстане начнут действовать новые законодательства о банкротстве физических лиц. Кто сможет им воспользоваться, подробнее расскажет Татьяна Калюжная. Завершить долгострои и придерживаться утвержденных сроков сдачи объектов. В городском Акимате подвели итоги работы отдела строительства за прошлый год и рассказали о планах на этот. Подробнее расскажет Яна Галла. В Кузнайской области отмечается роза болеваемости ОРИ по сравнению с прошлым годом. При этом в этом сезоне большинство заболевших детей до 14 лет. Алия Дасмагомбетова с подробностями. В этом году впервые казахстанцы смогут пройти процедуру банкротства как физические лица. До подписания соответствующего закона сделать это в нашей стране могли только юридические лица или индивидуальные предприниматели. По мнению специалистов, эти новшества позволят существенно помочь населению снизить свои долги перед банками. В конце прошлого года глава государства подписал закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан республики. Он предусматривает три вида процедур банкротства для физических лиц. Это внесудебное и судебное. Отдельный вид обозначили как восстановление платежеспособности. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. Разработанный механизм будет работать при следующих условиях. Условия при этом должны быть такого параметра. Не превышает долг 5,5 миллионов тенге, это 1600 МРП, который не погашается свыше 12 месяцев. В последующем отсутствие имущества, подлежащее госрегистрацию данного налогоплачающего задолжника. И наличие документа об урегулировании долга с банком или микрофинансовой организацией. И еще одно параметры – это банкротство. У этого лица не должно быть проходить банкротство в течение 7 лет. Чтобы воспользоваться внесудебным видом банкротства, заявление нужно будет подавать через портал электронного правительства. По долгам свыше 5,5 миллионов тенге и по отдельным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если оно, единственное жилье, не является предметом залога, то оно не будет реализовываться. При этом еще назначается финансовый управляющий в ходе этой процедуры. И за это производится оплата услуг финансового управляющего в размере одной минимальной заработной платы за счет имущества самого должника. Третья процедура – это восстановление платежеспособности, предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после нее человек не обретает статус банкрот. Заявление на банкротство от казахстанцев будет приниматься с марта 2023 года. При этом специалисты подчеркивают, что долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизнью и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям, списанию не подлежат. Хамзан Рпиисов и Татьяна Калюжная, РТН. Завершить долгострой и не отклоняться от установленных сроков при строительстве жилья. Такое поручение дал сегодня Аким Костаная на совещании. На текущий год выделена внушительная сумма – более 23 миллиардов тенге. А потому следить за добросовестностью подрядчиков нужно особенно тщательно. Иначе средства останутся неосвоенными. Мои коллеги расскажут подробнее. В этом году на строительство в Костанай жилых домов и подведение к ним инженерных коммуникаций выделено 23,1 миллиарда тенге, что практически в два раза больше, чем в прошлом. Поэтому Аким Города призвал подчиненных более тщательно следить за начинаемыми проектами и завершить, наконец, проблемные. Строительство трех девятиэтажных домов в микрорайоне «Аэропорт», начатое еще в 2019-м, обещают закончить. Арендный дом номер 19-2021, девятиэтажный, 108-квартирный дом, ранее с подрядчиком ТО «Ахтубесаулет», договор расторгнут. Компания признана недобросовестным участником государственных закупок. Был объявлен конкурс в декабре месяце, дважды не состоялся. 29 декабря прошлого года заключен договор с одного источника по несостоящейся закупкам с ТО «АО Рудный Соколовстрой». Сумма по договору 1,3 миллиарда тенге. При этом планируется завершить строительство объекта до конца текущего года. По микрорайоне «Аэропорт», я думаю, там уверенность есть, там серьезная компания «Рудный Соколовстрой». И они взялись за эту работу, в принципе, и попросили, по сути. Они, я думаю, в этом году завершат. Это арендный дом для многодетов. Соответственно, в Кунае у нас «Ахтубесаулет», да, там, в принципе, дом под крышей находится. Завершение вы планируете в феврале месяце. В феврале месяце. И третий дом в течение года – это микрорайоне «Юбилейный 9». Три арендных дома мы должны сдать, последние эти три дома. С 2019 года арендное жилье не сдавалось. Завершить строительство обещают в микрорайоне «Юбилейный». Два кредитных дома номер 24 и номер 27 подключат к системе газоснабжения уже в феврале. Но они уже заселены. А 20 января заселят и жильцов в арендный 49-й дом. Это будут многодетные семьи и люди из социально уязвимых категорий. Также Акиму доложили о том, что самый острый вопрос этого микрорайона – подтопление талом и водами – должен будет решиться. Подрядчик не освоил лишь 5% выделенных на ливневку средств. «Ливневая канализация, вот хочу завершить счет. 5% у вас осталось, там по качеству надо посмотреть. Очень тянули, все лето сидели там они. Уговаривали, уговаривали, начали активно работать осенью. Там было связано с тем, что у них лотков не было, еще что-то не было. Надо до конца завершать проект. Там понятно, открытые же данные. Она открыта от кого-то совершенно. Тем более там всегда подтапливают». Начато строительство ливневой канализации и в индустриальной зоне. Работы планируют завершить в ноябре этого года. Также на совещании рассмотрели и темпы работ в микрорайоне Кунай. В 2022-м в эксплуатацию введено 9 жилых домов. Еще 10 возведут в этом году. Также завершена разработка и ПСД для 124 домов под индивидуальное жилищное строительство. Мараджун Дубаев отметил, дома разрешат строить только типовые. В среднем дом с площадью чуть более 100 квадратов с чистовой отделкой, инженерными коммуникациями и подъездными путями обойдется своему владельцу в 27-29 миллионов тенге. Диара Ахмечин, Яна Гала, РТН. В результате коммунальной аварии сегодня без воды остались жители сразу нескольких домов на улицах Таульсиздык и Козыбаева. Поиском ее причины и устранением занимались специалисты ГКП Кустанайсу. Как сообщили коммунальщики, течь из колодца на сетях водопровода по улицам Таульсиздык возле дома 105 была обнаружена сегодня в 11 утра. Уже в 12 часов на место выехала бригада, чтобы выяснить причину. Они перекрыли задвижки сразу на нескольких улицах, в результате чего жильцы пяти домов на улицах Таульсиздык и Козыбаева остались без питьевой воды. Им был обеспечен подвоз. Работы по устранению причин аварии, то есть течи, проводились в течение всего дня. В Кустанайе намерены построить фабрику по переработке бобовых культур. Помимо этого, кондитерская фабрика «Баян Сулу» намерена начать возводить новый бисквитный цех. Эти инвестпроекты Аким области назвал весьма значимыми для региона, но рекомендовал чиновникам и бизнесменам обратить внимание на новые проекты в аграрном секторе. Почему, расскажут мои коллеги. Аким и Кустанайская область рассказали о будущих инвестпроектах, которые в этом году начнут реализовываться в регионе. К примеру, инвесторами из Турции планируется строительство фабрики по переработке бобовых культур полного цикла. От сырья до упаковки. Для этого уже приобретена база со складскими помещениями и железнодорожным тупиком. Стоимость проекта составляет 7 миллионов долларов США. В тенге 3,3 миллиарда тенге. В настоящее время осуществляется подготовка помещений для монтажа перерабатывающего оборудования. Строительство также ведется с завальной ямы и отгрузка оборудования, произведенного в Турецкой Республике. Завершение первого этапа строительства и запуск первой линии переработки планируется в феврале 2023 года. Помимо этого, кондитерская фабрика «Баян Салу» намерена начать строительство нового третьего бисквитного цеха. Но нужны деньги. Общий объем инвестиций будет больше 25 миллиардов тенге. На данном этапе рассматривается вопрос по финансированию данного проекта. Подприятие готово инвестировать в собственные средства 3 миллиарда. И мы ведем переговоры различными финансовыми институтами по привлечению и финансированию данного проекта. И, пользуясь случаем, я хотел бы попросить вашего содействия по привлечению финансовых средств для данного проекта. В частности, рассмотреть СПК «Табол» и другие финансовые институты. Третье предприятие, которое имеет намерение на открытие производства в нашей области, это Уральский пружинный завод, осуществляющий производство пружин, рессоры и изделий из проволоки. На первоначальном этапе проекта инвестиции составят около 1 миллиарда тенге. Сейчас компания ищет подходящее место для размещения своего производства. При этом Аким Кустанайской области рекомендовал чиновникам обратить внимание инвесторов на проекты аграрного сектора. Сейчас из 19 наименований социально значимых продуктов регион обеспечен только по 9 позициям. При этом область обладает огромным аграрным потенциалом. И местная продукция может существенно заменить импортные товары. Ну уж одна из главных житниц страны. Здесь должно быть в разы экспорта больше, а мы сами себя еще гречневой крупой не обеспечим. Ниш очень много. Еще один хочу пример привести. Это вот у нас два завода по производству пива. А необходимый ингредиент, такой как солод, завозится из-за рубежа. Ну, наверняка могли бы тоже начать рассмотрение данного проекта. Это же экспортный товар. Кумар Аксакалов рекомендовал Управлению сельского хозяйства совместно с Акимами районов обратить внимание на свободные ниши в этом направлении и максимально заинтересовать и поддержать предпринимателей в этом. Дярах Мечин и Татьяна Калюжная, РТН. Костанайские бизнесмены подняли проблемы транспортной отрасли на заседании Палати предпринимателей Костанайской области. К примеру, владельцы автобусных парков, осуществляющих пассажирские перевозки, недовольны схемой передачи через гослизинг новых автобусов. Другие бизнесмены не могут решить проблемы в КТЖ и вовремя отправляют свои вагоны с местной станции. Мои коллеги продолжат тему. Одна из самых актуальных проблем, по мнению кустанайских бизнесменов, сложности в оформлении разрешения на проезд по территории иностранного государства, так называемых дозволов. По информации перевозчиков, основная причина проблемы связана с несовершенством методики выдачи разрешений на поездку и недобросовестной конкуренции. В прошлом году на рынки пришли как иностранные компании, много зарегистрировались в Казахстане. Они на сегодняшний день выбирают с данной квоты более 60% дозволов наших казахстанских перевозчиков. Дальше процентов 30, скорее всего, что выбирает данные фирмы «Однодневки», которые, скажем, есть один предприниматель, где открывает по Казахстану, по областям, около 100 фирм. И каждая фирма, соответственно, при подаче заявлений получает дозвол. То есть на каждую фирму там по 2-3 дозвола в каждой стране программа ему выделяет для того, чтобы активизировать транспорт и так далее. Так как возникли вот эти компании «Однодневки», реальные перевозчики данные дозвола не могут получить. Перевозчики предложили отдавать приоритет компаниям, имеющим транспорт в собственности, а также сделать выдачу дозволов полностью в электронном формате. По мнению депутата Мажелиса Самата Акишева, цифровизация этого процесса уже идет. Еще один вопрос от владельцев автобусных парков. СПК «Табол» купила и передала им в аренду 50 автобусов марки «САС», собранных ТО «Сарарка Автопром». Но из-за невыгодной схемы оформления автобусы не являются собственностью перевозчиков. «Сарарка продало и оформлено СПК «Табол». СПК «Табол» является лизингополучателем. Автобусы у перевозчиков не во владении, то есть мы не можем ничего с ними сделать. Единственное, что происходит. Оплачивая 60% субсидий на сегодняшний день, это последние три месяца бюджет нам дает, мы оплачиваем лизинг. То есть эти деньги пересекают с казны, с городской, за оплату автобусов в ФРП в казну. Что, по сути, неверно, не должно так быть. Мы не имеем права ни списать КСМ, ни отремонтировать данные средства. Они у нас не стоят на балансе. То есть проблемы очень большие. Но больше всего вопросов у бизнеса к КТЖ. Проблемы с вагонами до конца так и не решена. И все потому, отмечают бизнесмены, что вагонопоток серьезно вырос, а инфраструктура на ЖД осталась прежней. Причем железнодорожники, по их мнению, чтобы разгрузить станцию Кустанай, нашли только один выход. Ограничивают выход и вход вагонов. Предприниматели, грузоотправители, которые отгружают там 2-3 вагона, они не имеют возможности произвести отправку. Почему? Потому что кондиционный запрет и отправлять можно не менее 10 вагонов. Это предприниматель должен собирать эти вагоны. Причем эти вагоны, они не доходят до Кустаная, опять же, по той причине, что объявляется кондиционный запрет на подсыл вагонов на станцию Кустанай. И к нему приходят 3 вагона, он их загрузил, отправить он их не может, получить дополнительно 7 вагонов он тоже не может, потому что есть ограничения на подсыл этих вагонов на станцию Кустанай. И получается замкнутый круг. Депутат Самат Акишев попросил кустанайских бизнесменов представить подробную информацию по озвученным проблемам и пообещал помочь с их решением уже на уровне правительства. Алексей Краснов, Татьяна Калюжная, Валерия Зиновьева, РТН. Продолжаем выпуск. Эвакуацию персонала и посетителей сразу нескольких учреждений Кустаная пришлось накануне провести сотрудникам спецслужб. Причиной тому стали сообщения о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. Подробнее об этом, а также о нескольких случаях спасения людей за снежных трасс и о том, что произошло с полицейским, который поймал девушку, прыгнувшую с пятого этажа. В нашей рубрике «Коротко». Досудебное расследование по нескольким фактам лжетерроризма в Кустанай об этом сообщили сотрудники Департамента полиции региона. 9 января в полицию поступил ряд сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Заминированными, по данным сообщающих, оказались здания аэропорта, больниц, библиотек и некоторых других объектов. Наша съемочная группа стала свидетелем эвакуации людей с территории нескольких объектов. Точное число указанных в сообщениях строений полиция не сообщает. Полицейские тщательно проверили звонки, обследовали указанные здания. Выяснилось, что все сообщения оказались ложными. Сейчас полиция занимается установлением личности подозреваемого в распространении заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Начато досудебное расследование. 14 человек, из них пятерых детей, доставили в пункты обогрева за сутки кустанайские спасатели. Так, 9 января на пульт связи пожарной части райцентра «Аулейколь» поступило сообщение о том, что за поселком Сулуколь в снежном заносе оказался легковой автомобиль с пассажирами. К месту вызова на проходимом КАМАЗе отправились трое спасателей. Уже в темное время суток они обнаружили автомашину «Жигули» с пятью людьми на трассе «Аулейколь-Желдама» в 40 километрах от поселка Сулуколь. Автомобиль заглох из-за ухудшения погодных условий и резкого понижения температуры. Люди были эвакуированы в «Аулейколь» и размещены в пункте обогрева в местной школе-интернате, где их обеспечили горячим питанием. В этот же день в Камыстинском районе на автодороге Кустанай-Карабутак в 36 километрах от райцентра сломался автомобиль марки «Мерседес». Спасатели помогли починить иномарку и в 23.00 доставили в пункт обогрева поселка Ливановка. Семь человек, из них пятерых детей. И через час был принят очередной вызов. В трех километрах от Ливановки в снегу застряла грузовая автомашина. Из нее в пункт обогрева доставили двоих людей. ДЧС Кустанайской области предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях, связанных с резким понижением температуры и призывает население отказаться от дальних поездок за пределы населенных пунктов. Женщина упала с высоты пятого этажа на полицейского в Кустанайской области. В Центр оперативного управления Аркалыка в 5.30 от прохожих поступило сообщение, что с балкона одного из домов сорвалась женщина, но успела зацепиться за перила. На место происшествия выехали патрульные Алмат Амирхан и Руслан Капсаматов. Первый остался на улице, а его напарник поднялся на пятый этаж. В это время девушка упала с высоты пятого этажа. Амирхан, который оставался внизу, попытался поймать ее и своим телом смягчил удар о землю. Благодаря этому 29-летняя Аркалыкчанка не пострадала, но полицейский получил множественные ушибы и травму ноги. Сейчас он находится в больнице, но чувствует себя хорошо. Алмат рассказывает, что в момент происшествия постарался правильно сгруппироваться. Удар был сильный. Он, конечно, испытал боль, но когда медики скорой сказали, что с девушкой все хорошо и что серьезных травм удалось избежать, и ему он очень обрадовался. Спасенная поблагодарила полицейского. Заболеваемость ОРВИ в Костанайской области по сравнению с прошлым годом увеличилась в 1,4 раза. При этом основная доля заболевших это 72% дети до 14 лет. Об этом сообщили в департаменте санабетконтроля. С диагнозом ОРВИ в регионе госпитализировано 413 человек. Отмечается и рост заболеваемости гриппом типов А и Б. Подробности в нашем следующем материале. С начала эпидсезона, то есть с 1 октября 2022 года, в области было зарегистрировано 135 тысяч случаев ОРВИ. Из них 97 тысячи дети до 14 лет. В департаменте санабетконтроля отмечают, что в сравнении с прошлым годом идет рост заболеваемости в 1,4 раза. Специалисты такой подъем называют сезонным. Также одна из причин, по их мнению, смягчение ограничительных мер. Население перестало соблюдать масочный режим, и начало посещать места массовых скоплений. В нашей области мы еженедельно наблюдаем и смотрим, сколько случаев зарегистрировано. На последней неделе было 7563 случаев, а на предыдущие 11 тысяч. То есть мы видим, что на этой неделе идет снижение в 1,4 раза. Соответственно, введение ограничительных мероприятий не предусмотрено. Как рассказала Айгерим Калиева, с диагнозом ОРВИ госпитализировано 413 человек. Из них 90 детей до года и 36 беременных. Отметила специалист и то, что в области в этом году отмечается ранняя циркуляция гриппа. Зарегистрировано 206 случаев, 15 типа А, H1N1, или его еще называют свиной грипп. У всех остальных грипп типа B. Многие путают простой ОРВИ с гриппом. Грипп, этот диагноз, ставится только после лабораторного подтверждения. То есть вот эти 206 случаев, это все случаи, которые были подтверждены в вирусологической лаборатории. То есть лица, сдав мазки на грипп, получили подтверждение. Из 752 образцов 206 – это положительные. Из них это в городе Кустанай 113 случаев, в городе Рудном 34, в Кустанайском районе 21 и в Алтанцаринском 38. В фильтр кабинетах кустанайских поликлиник обстановка спокойная. Больших очередей мы не заметили. В поликлинике номер один отмечают, что в основном волна заболевших была в конце декабря. Там ежедневно принимали более 50 взрослого населения и столько же детей. За вчерашний день фильтр посетили около 30 человек. А в основном, отмечают медики, обращаются с температурой, сильной болью в горле и слабостью. Симптомы почти у всех схожи. Заболеваем среди детей больше и было больше. И сейчас тоже идет регистрация. Например, с 15 декабря по сегодняшний день было регистрировано 1665 всего случаев. Из них 663 дети до 14 лет. Маленькие дети в основном болеют. Но по нашей поликлинике из подтвержденных случаев именно грипп – 7 всего случаев. Гульсум Сасыкова отмечает, что дети переносят эту волну ОРВИ немного сложнее, чем взрослые. Главное, по словам врача, не заниматься самолечением и вовремя обратиться за помощью. Хамзан Урписов, Алия Досмагомбетова, РТН. Несмотря на стоящее в регионе уже несколько дней сильные морозы, в городском травмпункте не отмечают большого роста обращения от кустанайцев. В среднем в сутки за медицинской помощью с обморожением 1-2 степени поступает до 5 человек. В госпитализации и порой ампутации нуждается малая часть. В основном речь идет о людях без определенного места жительства. Традиционно зимой они заполняют стационар травматологического отделения. Днем на остановке, там, в подъезды захожу, в магазины пускают погреться иногда. А летом в кустах можно под любым кустом спать. Ребята зимой на трубах спят, теплые трубы, матрасы понесут, я вам накрою, все, спят. На улице живу, холодно на улице зимой. От мороза то один палец отрезали, то другой палец. Теперь уже побольше чуть-чуть отрезали. Дядя Толя, так называют Анатолия Лагузова, в травматологическом отделении городской больницы, на улице живет уже 7 лет. А потому каждый год он оказывается на больничной койке. И с медперсоналом знаком. В центре адаптации мужчина жить не хочет, не устраивает режим. А потому домом для него является улица. В отделении лежит с декабря. И его случай не единичный. В отделении на данный момент где-то около больше 5 человек находится. В основном все люди тоже без определенного места жительства. Как правило, практически все прооперированы, находятся. Как правило, их сейчас тоже выписывать в холод тоже опасно, потому что через 2-3 дня они поступят обратно. Идти этим людям некуда, поэтому и становится больница местом, где они пережидают холода. Оказавшись на улице, попадают снова. Они, как правило, поступают уже в запущенной форме. У них там помимо отморожения еще и совместные ожоги от теплотрасс, там уже инфицированные ожоги. И отморожения такие уже в глубокой степени, как правило, уже с гангренами поступают. Таких, конечно, мы госпитализируем. Они с выраженной интоксикацией поступают, то есть снимаем интоксикацию и готовим к оперативному лечению. И там чаще всего заканчиваются ампутациями. А вот большого наплыва обычных пациентов, а не людей с низкой социальной ответственностью, несмотря на морозы, не отмечают. В среднем в сутки обращается до 5 пациентов. Но, как правило, речь идет о первой и второй степени обморожения. Получив консультацию врача, люди отправляются домой на амбулаторное лечение. У нас население стало более к этому относиться, как-то серьезнее, в морозы перестало выходить. Может быть, в связи с тем, что ввели новые законы, что поездки на дальние расстояния запретили, людей стали штрафовать. Может быть, с этим тоже связано. Люди начали задумываться о своей жизни и предостерегают себя, остаются дома, переждать эти морозы. Но если уберечься от холода все-таки не удалось, не занимайтесь самолечением и обращайтесь за помощью к специалистам. Дзиара Ахмечин, Яна Гала, РТН. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok